Как привлечь обтюбинцев к реализации своих творческих способностей? Самые активные представители нашей молодежи ищут ответ на этот вопрос и предлагают свои проекты. Например, Art Week, явление давно известное во всем мире, делает первые шаги в нашем городе. Несколько вечеров в ресторане «Чарли» собирались необычные посетители. Они были готовы слушать лекции, записывать советы и вовсе не соблюдали вечерний дресс-код. Форма полагалась удобная, а интерес к происходящему самый искренний. Всем, кто решил поучаствовать в объявленных мастер-классах, жалеть о своем решении не пришлось. Так в октябре проходила неделя творчества Art Week. Это как бы наш первый год и мы в концепции решили, что мы не будем именно проводить мастер-классы по спискам. То есть, скажем так, по желаниям для людей, которые у нас приобрели, либо выиграли флэера, сертификаты. И на вчерашний день, получается, на маникюр мы собрали 18 человек, на визаж более 20. И когда было дефиле, скажем так, то часть зала, которая была организована по дефиле, была очень хорошо забита. Ну, а что вы сами идете от этого мероприятия? Чтобы наш город хоть чуть-чуть окунулся в творчество. Чтобы люди не относились безразлично к тому, что происходит в нашем городе. Пусть это будет в центре города, на окраине города. Если это каким-то образом связано с творчеством, то наш город, как бы это сказать, не сильно связан с творчеством. И как бы донести людям, что такие вещи, как фото, видео, актерское, танцы, это ближе, чем они думают. Каждый из вечеров предполагал свою тематику. Главная цель – помочь людям раскрыть свои способности, раскрепоститься, разбудить фантазию. Свобода духа – это свобода движения. Урок танцев и фитнеса привлек в основном женскую аудиторию. Хотя пластика и владение телом, конечно, необходимы всем, независимо от возраста и пола. Я являюсь лицензированным фитнес-инструктором именно по зумбо-дэнс. Зумбо – это фитнес-программа, которая основывается на латиноамериканских мировых ритмах. И сегодня мы в ресторане «Чарли» проводили мастер-класс. Даже на мастер-классе открытый урок именно в рамках недели «Артвик». Я считаю, что это очень круто, это очень здорово. То есть, допустим, и для видов искусств, то есть люди потихоньку приобщаются. То есть, ну, не каждый может себе, допустим, позволить выделить свободное время, там, попробовать все. «Артвик» – это дает такую возможность. Вы могли принять участие в мастер-классе по макияжу, по видеосъемке, по актерскому мастерству, и, конечно, по зумбе. Вот, допустим, девчата, которые занимались. Я надеюсь, мы зарядились друг от друга, получили позитивные эмоции. Очень круто. Те, кто не был, завидуйте. Потому что те, кто не пришел, вы действительно очень многое потеряли. Потому что здесь происходят знакомства, мы его даже породнились, можно сказать. Это всего одно занятие. Движение профессиональных танцоров кажется недостижимой техникой, но ученикам объясняют. Главное – много раз повторенное и доведенное до автоматизма упражнение. Легкость – следствие постоянных тренировок. Вот, когда я танцевал, вы что думаете, действительно, я мог сразу контролировать две руки, две ноги, свой корпус, что за волны отвечать? Вы какие-то, что у меня в голове давно было? Почему я справлялся? Как вы думаете? У меня одновременно куча движений. У меня из головы должно столько движений выходить одновременно, да? А этот еще с вами ползает, да? Правильно? Я-то еще с вами общаюсь. То есть у него в голове должно быть пусто как-то? Вот, я только что, почему я сказал правильно, рефлексорные движения. Когда мы повторим одно и то же движение по много раз, оно у нас автоматически запоминается. Кому-то кажется, что танцы – дело сложное. Сейчас многие молодые люди не умеют или стесняются двигаться красиво. Например, показать такую волну. Однако при желании все оказывается под силу. Рефлексорные движения – то, что у нас само по себе. Мы стоим, чешемся. Вот многие из вас даже сейчас, когда что-то я объяснял, кто-то из вас вот так пальцем перебирает, кто-то время от времени полосы выправляет, да? Есть такое? А вот эта привычка, когда вы купили джинсы, они у вас маленькие, и постоянно так поправляются. Да, есть такое? Вы потом купили новые джинсы, которые не впадают, но вы все равно поправляете. Бывает? Смешное стало, да? Это все рефлексорные движения, которые выходят постоянно. И вот на основе этих танков, на основе этих движений создается танец. Танцам был посвящен только один вечер. В прочие дни посетители призывали разобраться в искусстве фото и видеосъемки, макияжа, стиля одежды, актерства и кулинарного мастерства. Активик пошел, придуман был очень давно, очень далеко, а к нам в идею он пришел, что мы хотели сначала в нашем ресторане сделать просто, ну, скажем так, выставку картин, что-то связанное с творчеством, ну, и потом каким-то образом это полностью переводилось в неделю искусств. И категорически мы решили, что это будет называться именно Art Week от ресторана Чарли, потому что в прошлые года, как и в этом году, у нас есть другая команда творческая, которая организовывает Art Week, и, скажем так, просто отходя от названия, Art Week в ресторане Чарли – это Art Week в ресторане Чарли, который не имеет никакого другого отношения к другим организациям. Действительно, понятие Art Week появилось в мире лет 50 назад. В больших и малых городах умельцы приглашали людей попробовать себя в каком-то ремесле. Почему бы не узнать, как придумывают модели, шьют одежду и сумки, почувствовать себя художником, музыкантом, танцором. Пусть это будет неловко и не особенно удачно, но главное в обществе таких же людей, настроенных по-доброму друг к другу. Общение – то, чего не хватает жителям больших городов, восполняют такие творческие вечера. Старшее поколение может вспомнить свои студенческие театры и КВНы, агитбригаты и конкурсы «Мы ищем таланты». Так что можно считать, что Art Week – своего рода продолжение традиций творческой самодеятельности. Ну а в самых дорогих формах Art Week предлагает современные средства лазерных и световых шоу и прочих чудес, как, например, это было и нынешней весной в столице Мексики. Кто знает, может и актюбинцев в будущем ждет нечто подобное. Фотографом я с 88-го года работаю, ну как с горбыткомбината, так сказать, пришел в горбыткомбинат, ну сперва учеником, потом сдал экзамены, вот. Ну вот, можно сказать, с этого момента и работаю фотографом. Хотя я до этого тоже считал, что я умею фотографировать. Юрий Шаповалов, пожалуй, самый известный и уважаемый мастер фотографии в нашем городе. Он считает себя счастливым человеком, потому что по его собственному признанию, хорошо, когда хобби и работа совпадают. Самое интересное для него – это люди, которые становятся объектом изображения. Сколько фотографов, столько и мнений. Кому-то проще снять портрет, кому-то, допустим, природу, ну, кому-то репортажную съемку. Вот, ну, мне, например, больше нравится снимать людей. Ну, к сожалению, не всегда получается так, как хочется. Меняется фототехника, программы обработки, появляются самые разные способы изменения картинки, но сущность искусства фотографии не меняется, разъясняет нам опытный мастер. В основе своей ничего не изменилось, то есть композиция, оптика, свет, фотография – это вообще рисунок света, светотеневой рисунок, рисунок света, проще говоря. Фотографии, освещение – это все. За час мастер-класса участники узнали много нового. Например, то, что сейчас больше практика влияет на теорию, чем наоборот. Есть такое понятие «расфокус». Что оно означает? Знаете? Ну, у современного… Ну, ребят, смелее, что вы, я сам. У современных фотографов это означает как раз размытие заднего или переднего плана. Хотя существует правильное, грамотное слово, оно называется «бакэ». Сегодня практически каждый может считать себя фотографом, независимо от того, простой смартфон у него в руках или сложная фототехника. Но знать основы всегда полезно. Свет играет очень важную роль. Ну, вот тут даже есть фотографии, вот вы видите, да, и везде присутствует светотеневой рисунок. То есть, если вы зальете объект полностью светом, фотография будет у вас плоская, понимаете? Участники мастер-класса узнали, насколько важно для портрета, откуда падает свет. Что есть такое понятие, как «свет Рембрандта» – это когда тени от чеки и носа совпадают для более яркого выражения эмоций. Вот этот вот уголок, видите, вот с одной стороны глаза, уголок у девушки, он светится. Иной вид – это петля. При таком освещении на одну из щек падает тень от носа. Появляется загадочность и глубина. Такая схема подходит для людей любого типа. А бабочка – самое удачное освещение для женских портретов. Свет бабочка. Ну, это самый простой свет. Им рекомендуют снимать женщин. Объясню. Да. То есть, понимаете, при помощи света, почему вот я зацикливался, ну, не зацикливался, а внимание сделал на бабочке, свет бабочка. Объясню. Прямой свет, он разглаживает морщины. То есть, для женщин это убийство. То есть, если вы будете снимать женщину раздельным светом, и если она увидит потом эту фотографию, если она вас не прибьет, то это будет хорошо. Вот. А в принципе, любым светом это можно морщины разгладить, можно, ну, не полностью, конечно, но смягчить их, понимаете. Потому что любой контровой свет, боковой свет, он идет, ну, контровой еще нормально, а вот боковой, он как раз-таки подчеркивает все морщины. Почему он называется бабочкой? Вот посмотрите, видите, тень под носом? Видно, нет? Образует крылья бабочки, поэтому и называется бабочкой. Видеосъемка тоже стала очень распространенным увлечением. От домашних записей до профессионального фильма «Путни близкий». Но ребята из студии «Халима Холдинг» идут по этому пути уже три года, и многому научились на собственной практике. Как я работаю? Сначала я нахожу музыку, просматриваю весь материал, отснятый нашими ребятами. Они мне приносят материал, я просматриваю, смотрю на настроение людей, нахожу музыку в интернете я, просматриваю какие-нибудь мелодии, затем ищу перевод. Если я беру английскую музыку, то я ищу сразу перевод, чтобы знать, о чем эта музыка, потому что если взять, например, какую-нибудь свадьбу и любую песню какую-нибудь, и там будет звучать что-то со словом «секс» или еще что-нибудь, а я этого не знаю, и я его добавлю, и кто-нибудь другой может узнать, например, тот, кто знает английский или еще что-нибудь. Да, это опасная работа вообще. Темы, которые выбирают молодые авторы, вечные. Например, семейные ценности, а рассказывают о них с юмором, который больше нравится зрителям, чем на свидание и поучение. Ну и это, наверное, стеснялась. Слушай. Субтитры создавал DimaTorzok Art Week собрал интересных и разных людей. Например, Александр рассказал нам, что он тоже творческая личность. Музыкант, сценарист, но пришел поучиться у других. Много для себя нового открыл, в принципе, по фотосъемке. Понял, что как, более-менее какие-то азы заинтересовало, потому что я сам самоучка, нигде, ничему, в принципе, не учился. Сейчас тоже для повышения квалификации смотрю, как снимается видео, как делается, советы профессионалов. Александр и правда наделен разноплановыми талантами. Актер в нем точно живет. И незаурядный. Это проявилось в первом же этюде, который предложили на мастер-классе по актерскому мастерству. Давайте начнем с элементарной ситуации. Эмоцию на давление радости, разочарования, смеха и слез. Допустим, возьмем такой случай. Ты сын, вы отец, вы мать. Сынок, тебе 15 лет, как ты вернись. Папа, я знаю, что мне 15, но я принял решение, и Настя беременна. Милая, ты понимаешь? Я в шоке. Сейчас мы просто переводим, получается, драму в трагикометик. Это у нас как-то все плохо, но при этом у нас все как-то весело. Несколько актерских секретов раскрыл московский студент театрального вуза Руслан Романов. Родом он из Актюбинска, сейчас живет в Москве. Но с удовольствием поддержал организаторов ArtWid. Я буду рассказывать сегодня о системе Станиславского, о том, как надо вживаться в роль, о том, каково это вообще быть актером, до чего может довести наша профессия и тому подобное. Сегодня будет, мы сегодня поговорим с людьми, попрактикуемся и сделаем какие-то для себя маленькие такие вузы. Художественный талант повара появляется на тарелке. Готовить не только вкусно, но и красиво, а также уметь аппетитно украсть и подать блюда – настоящее искусство. Своим мастерством с гостями поделился шеф-повар ресторана «Чарли» Думан Нурмаганбетов. Я буду показывать, как правильно приготовить японскую кухню, нарезки морепродуктов, как правильно мариновать рис, и готовить будем суши, роллы, всякие разные виды суши. Это сейчас Думан мастерски владеет всеми инструментами. Для этого понадобилось 11 лет стажа, в том числе два года обучения в профессиональном лицее в Астане. А ведь найти любимое дело помог почти несчастный случай. Меня, как сказать, выгнали со школы. После девятого класса потом пришлось уже искать за три дня, куда поступать. Я уже выхода не был, без выходных положений. Так получилось, что я поступил на повара, куда принимали без экзаменов. Вот такая вот ситуация была. Но работа понравится? Конечно, это работа такая, что ты вкладываешь душу, и фантазия у меня, конечно, бурная. Могу сказать, пофантазировать любое блюдо, любую еду приготовить. Не жалеете? Нет, конечно, не жалею. Сегодня я вам покажу, как готовятся роллы, суши, бекири маки называются. Для этого нам понадобятся вареные креветки тигровые, жареная семга, огурцы, сыр Филадельфия, ну и васаби, имбирь и остальные декоры. Все? Готово? Бекири маки. Пожалуйста. На каждый мастер-класс приходила своя аудитория. В результате несколько десятков молодых людей познакомились, узнали друг друга и получили отличный опыт общения. Я мало встречал таких мероприятий в городе, поэтому, можно сказать, первый раз. Но если бы они были почаще, было бы интересно их посещать. А вообще, как думаете, у нас в городе много ребят творческих, занимающихся фото, видео, не знаю, нахожусь? Скажу больше, чем вы думаете, на самом деле, но большинство из них, сами по себе, раздельные кучки, нету ничего связующего, всех и вся. Они есть, но о них мало знают. О них мало знают, они мало знают, куда можно прийти, обменяться опытом. Воодушевились и организаторы. Во всяком случае, пожелания, которые созрели во время этих творческих вечеров, звучат серьезно, хотя и без лишнего пафоса. Молодежь, я верю в тебя. Не пей, не кури, занимайся спортом, но и отдавай себя творчеству. Я верю в вас. Вот и закончился арт-уик в ресторане Чарли. Участники мастер-классов узнали основные правила макияжа, значение слов дисторсия и экспозиция в фотоискусстве, попробовали себя в качестве актера, бармена и кулинара. И, несмотря на все недочеты и сложности, самое главное, почувствовали, что в каждой профессии есть место творчеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok